13 августа с утра льет дождь на градуснике плюс 13 доме было 17 я пыталась растопить печку но у меня как обычно вот там половина дров что осталось а половину дров я вынесла ну короче они потом высохнут и будут снова пригодными вчера мусором не получилось удачно протопить ну как бы сжечь перед тем как я поехала при луке при тем как тетя приехала а вот затопилась она вроде как все хорошо гонечек идет я нашла кусок бересты все загорелась а а потом вдруг потухла я и бумажку жила и газетку жгла и вон в той дверце я прожигала все нормально удачно прожглось мы правда какие-то спички чисто загорались и сразу тухли все это нормально но раньше у нее вот эту дверцу трубу от этого самого самого расставили короче что-то не сложилось а ну как бы было 17 градусов не особо и холодно сравнение то что на улице допустим плюс 13 4 разница и у меня высохла за ночь моя вот это череда которую я только сейчас по ходу дела показываю на камеру высохла кепка моя что-то еще высохла ну короче все что можно нужно высохла я правда хотела поставить босоножки внутрь печки вот в эту черную хрень но забыла чтобы они высохли и в общем есть даже не проверяла пока высохли они или нет ночью я вчера сварила варенье на газу его довела до кипения потом уже 45 минут на плитке на единичке варила и у меня на такой густущая вышла я хотела сначала полу литрушку у меня там банок привезли родственники вчера несколько штук потом подумала маленькую потом друг маленькую не влезет он думаю что не влезет оставлю съемку хотя тут решила пить с медом в этот раз мне что-то так прет с медом пить мне давно такого не было чтобы вот ничего не надо ну ничего вообще нету к чаю то мне есть она больный шоколад не может несколько стручков короба и мед потом несколько карамель еще родственники вот оставили как бы лежит и меня тянет именно на мед очень давно так не было я думаю что наконец-то воссоединилась со второй своей частью ну как бы полноценно стала вот как вот до дтп 20 лет назад 21 работ был еще какой-то период 2010 году когда мне все нормально было потом пошел такой период что я съедала все сладкое что тут было привозила какое-нибудь сладкое но специально чтобы было что-то к чаю тут недостаточно буквально меда в сотах или меда без сот просто чисто жидкого меда тут сварила варенье так как ягоды были уже перезревшие это сорт такой можно сказать дико уже до мелкая черная смородина очень сладкая с аскорбинкой такой уже чувствительной чувствуется она я думаю тут был очень концентрированный такой пектин уже потому что во первых оно было такое рубиновое когда я его варила очень быстро так вот ну сделалось я еще думала что если вдруг не успею до без 10 11 если раньше спать захочу или она будет какое-то не такое или утром проснуть она будет как бы недоваренная ну жидкая то еще поварю но она очень загустела вот за ночь сейчас у нас но сейчас у нас уже 11 тут получается лет 15 полота переложила вот баночка это свекровь моей младшей сестры привозила одна из ее привезенных баночек куда вот чтобы были баночки в этой баночке у родни была тушенка и ну тушеное там мясо какое-то крышечка я не не видела может она где-то была может эту крючку куда-то в другое место приспособили эта крышечка от баночки с медом где вот кстати меня не помню заснимала просто приезд тогда или или только собиралась мне человек спрашивал как-то в каментах по моему инстаграм насчет мед смузи мед или что-то в этом роде вот это вот как можно делать даже самим я делала я покупала как-то башкирский кажется мед там были лакурага с медом когда еще вроде ездила три волжских столиц или что-то такое ну короче от рубль тура там казань было чебоксары и море лучше потом были и вот тут тоже самое тут разные орехи миндаль насколько мне известно кэшли еще что короче всякие разные орехи залитые медом он по впоследствии он загустел запах правда странные из баночки я как бы особо раньше не нюхала ничего вот такое может быть за счет орехов то ниже тоже все-таки какое-то масло там имеется там грецкие даже попадались а вот это вот можно делать даже самим я калину так заливаю медом иногда даже ну лопаю ее чтоб она как-то мешаю чтобы она сок пустила он даже когда засахаривается но такую жидковатый но он не портится эта смесь и он засахаривается он мягким становится таким местами даже кремом но вот именно когда вот вы что-то поверх заливаете ну соответственно орехи должны быть сухими ягоды тоже ничего лишнего но это не тот вариант где вот там все вместе перемолота и непонятно какого цвета и как-то странно выглядит короче он либо жидкий последствия как бы сахарится либо вот ну как вот выглядит он засахаренный короче эта крышечка от этой баночки и ее привозила моя мои сестры привозили в прошлом году с крыма но что-то видать никто из них не проникся мне просто и приезд мой моя тетя жарить когда есть такое дала добру на нас есть это я тут повесила полотенечко махровое полотенце очень хорошо вытирают впитывают в себя воду вытирают маховой тряпочкой хорошо стирать со стола особенно если там что-то мокрое было сразу все впитается не то что другой какой-то тряпочкой махровым полотенцем хорошо вытирать руки тут у меня все три наверху кастрюли это вот как раз с воском со средами это уже стекла это через полтора дня мне ее заменить надо будет ну сегодня завтра послезавтра короче и эти две еще на работ потом последствия прокинуть за водой на колодец не сходишь точнее по воду на колодец за водой пойдет далеко уйдешь но у меня практически пока еще целое ведро ну почти целое ведро здесь у меня кастрюля в ней вода я думаю что как бы натоплю печку и вот горячая вода как вчера у тети было но не сложилось она там чуть тепленькая такая как парное молоко и вода у меня пока сейчас нет вот еще немного есть в умывальнике жду когда дождь или подуть их нет все-таки лучше подуть когда он закончится потому что даже под зонтиком как-то неудобно набирать воду будет ну и соответственно я так понимаю что сегодня никуда уже не поеду дальше если только на колодец пойду еще вдруг и соответственно ягоды я поеду завтра собирать ой блин свалился а хотела заснять поближе специально за камерой ходила как увидела юрки белый паук да дождь закончился по ходу временно одна моя племянница очень любит такую живность и бы наверно понравился на было наверно стало пичкать мучить и так далее я пыталась найти возможные грибы но наверно еще никаких нет ни поганок нему хамуров не сыроежек не даже плотных пулей влетел я сейчас монтирую ролик другой просматриваю как вышло короче говоря и слышу вроде как скребется но еще не так вот я открыла дверь думаю есть не есть только открыл он влетел четвертая мышь за все бытие в этот раз пойманное им я очень надеюсь сожрет нормально и обратно не отправит я им буквально несколько минут назад под мыло его лоточек я туда как бы но иногда советуются что на неделю побольше насыпать что-нибудь там какашки какие-нибудь выкинуть все остальное полностью сменить уже через неделю но вот у нас получилось так у меня такое ощущение что по большому он ходил на улице у меня тетя у них прикалывается над ним в таком деревне ну как бы общий доступ к воздуху свежему смысле к улице к траве там всякая приходит туалетом два точек дома я тут пила чай с вареньем который уже показывала вчерашнее сварила вкусное очень вышло очень густой такой сиропчик даже не сиропчик вот ну желеобразный даже ближе жидкое ожерелье что-то такое очень необычно маленькую баночку которая неполная достала сейчас она у меня в горке у нас уже больше не было дождя но ветер холодный мы по ходу дела и и не доели по какой-то причине тише по какой причине ты мышь не доел и она маленькая была и ты и все собрал на сушке по ходу дела это была маленькая мышка но не все сожрал и даже обратно не отправил какое счастье свиньи веникам не надо будут убирать короче был ветер сильный холодный потом просто холодный но не очень сильный так вот менялся к менялся был даже какое-то время но где-то час назад было 15 градусов сейчас 14 хотя было вот долгое время до часа было 13 я не поехала никуда туда ехать мокро меня нет какой-то особой надобности полететь в поисках интернета если завтра будет тепло то я съезжу доберу пост остатки ягод может тоже сварю варенье думаю если мне вот тут малина появляться она как-то ну и погода такая она зреет как-то по чуть-чуть совсем я по большей части его собираю или баночку и дома потом съедаю тут возле еще думаю если появится малина просто соберу вместе чуть-чуть даже с ягодами с этими собранными сварю но если конечно их еще кто-нибудь не обнаружил до моего приезда после того как я туда больше не появлялась а ну и я скинула кое-что маленькие такие ролики которые меньше гигабайта на телефон чуть-чуть почистила память так как у меня внутренняя память 16 гигов и вышку не ставишь там либо флешка и симка либо две симки у меня две симки как раз мегафона и билайн то немножко вот совсем и как бы небольшие ролики вот на 4g хорошо заливаются как и вчера с телефона маленький такой залила с прошлого приезда когда нас пчелы атаковали вообще меня потому что у меня людей и родственников очень никого не было я икон короче в июле это было если получится то в прилуках потом ну кого планирую залить если не все три то хотя бы какой-то один и может быть если вот завтра на поле связь допустим будет грузиться youtube то вот то тогда у меня получилось комментарий оставить человеку который человек же удалил думаю может быть и видео получится загрузить большие то ролики больше гигабайта я думаю вряд ли получится но по крайней мере очень долго дольше по времени будет и не факт что там вот все допустим 10 минут будут постоянные 4g или там 3g хорошая сеть нормальная мы пришли сюда и видимо хотим уже идти обратно 0 и я тоже думал прогуляться немножко